Привет, с вами Велсаком. Возможно, даже не все в курсе, но на сентябрьской презентации, там, где показывали iPhone 6s, также мельком ненавязчиво был анонсирован iPad mini 4. Произошло это по одной простой причине. Ничего экстраординарного, интересного в новом mini не случилось. Это, по сути, Air 2 в корпусе на 7 и 9G. Вот он у меня здесь есть. И долго я думал, стоит ли делать обзор на подобный девайс, и так все понятно, но потом получил вот такое письмо. Валентин, привет из Беларуси. Запили скорее, пожалуйста, обзор на iPad mini 4. Я так давно жду его от тебя. У меня отец в отпуске в Германию, у сестры, вот буквально на неделе возвращается обратно. Если ты убедишь меня в крутости четвертого mini, я с радостью заменю свой mini первого поколения на новый iPad в ближайшие дни. Ибо возможности купить по адекватной цене у нас его в стране не будет. А там еще tax free отбить можно. Очень жду, пожалуйста. Изжалось мое бородатое сердце, и не могу я Игоря подвести, поэтому давайте сделаем ненавязчивый такой легкий анбоксинг mini 4, а также сравним его с Air 2. Поехали. Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина aj.ru. Забегая вперед, есть у меня вот такой iPad mini первого поколения, который залили какой-то химией, и тут у нас хана подсветки, и вот такой замечательный космос случился. Вот тут, наверное, есть смысл уже менять планшет, потому что ремонт даже стоит, если не очень дорого, то восстанавливать подобного ветерана уже особого смысла нет. Спасибо тебе за все, а мы начинаем с мини. Куда он у меня делся? Вот он, 4. Ко мне на экзекуцию, она же распаковка, приехала самая доступная версия iPad mini 4 на 16 гигабайт без Cellular, а как и раньше, у нас есть три модификации по памяти, 16, 64, 128 гигабайт, и то же самое с Cellular. Вот здесь у нас пакетик разорвался вот так замечательно, и хочу вам сказать, что мне не нравится, как стали делать какие-то наклейки. Клеят, раньше так было пропечатано в коробочку, название, все спецификации, а теперь какая-то унылая и не очень вкусная наклейка. Тем не менее, коробка тоже особо не изменилась, здесь у нас боком нарисован iPad, чтобы вы почувствовали, насколько он тонкий, а он действительно тонкий. В общем, в этом смысле можно сказать, что круг замкнулся. Вы помните, что раньше, еще не так давно, iPad'ы были достаточно квадратные, потом вышел мини с таким вот прямоугольным дизайном, с тонкими рамками, потом появился Air, который повторил... Чего не вырезает? Который повторил эту историю, и теперь у нас мини пока... Происходит, собственно, в том же дизайне. Джонни, ты что сделал? Почему я не могу коробку открыть по-человечески? Окей, не захотел высовываться. Да, у нас тут даже уехало. Это английская версия, поэтому коробка толстая. Всегда напоминаю, что вот эта вот здоровая розетка, и выглядит она сразу с пылу, с жару вот таким вот образом. О, достаточно стрёмно на мой вкус. Но круто то, что вот этот конец, назовем его так, конец, его можно менять. Розеточка, в смысле, у нас европейская появляется, а адаптер остается оригинальный. Ну, раз мы достали iPad непосредственно из коробки, давайте посмотрим, что у нас лежит в конверте. И в очередной раз, всякий раз, я когда буду рассказывать про iPad'ы, буду удивляться, какого черта компания не кладет наушники. Тем более, что запустили сервис Apple Music. Ну, могли бы уже наушники положить, стоит 3 копейки AirPods. Но нет, нет, вот вам, пожалуйста, Lightning, вот вам адаптер, а, извините, наушники нет. А в iPod'ах нету адаптера, ну, зато есть наушники без микрофона. Пипец. Короче, самая нормальная комплектация у iPhone'а, все остальное какие-то обрезки. Как наклеечки, сервисная информация и рассказ про то, что из себя представляет iPad mini. Вот это неожиданность. Вообще, конечно, очень забавный жанр, можно сказать так, на YouTube анбоксинги Apple устройств iPhone'а, iPad'а и все не меняется уже много-много лет. Надеюсь, что, кстати, в следующем году все станет сильно интереснее, в силу того, что, ну, и с iPad'иками, и с iPhone'чиками должны произойти значительные изменения. Но, честно говоря, вот этот вот звук, вот это вообще ощущение от открытия нового девайса, распаковочки, оно ни с чем не сравнится. Если золотой iPad, ну, я, честно говоря, считаю, что золотой iPad, это, конечно же, дичь, но, блин, смотрится очень няшно, очень круто, весит немного. Я вам даже больше скажу, я не буду рассказывать, сколько он весит, я не буду рассказывать, какая у него толщина, или в данном случае, наоборот, насколько он тонкий. Почитайте по ссылочке в описании, найдете эту информацию, мы с вами затрем за ощущение. И вот ощущения, в общем-то, не изменились за эти несколько лет, как и с iPad mini, так и с iPad mini 2, также, не побоюсь этого слова, с iPad mini 3, ну и с iPad mini 4 тоже ничего особо интересного ждать не стоит. Разрешение все тоже ретина, 2048 на iPhone, подскажи мне, сколько старый я стал, уже не помню, какое разрешение, 2048 на 1536 пикселей, конечно же. IPS-экран, живу я в регионе, страна Россия, выбираю именно его. Я думаю, что iPad mini 4 поставляется с iOS 9.0, мы с вами сейчас это и узнаем. Давай-ка мне Wi-Fi вот это вот включи, вот это мой любимый Wi-Fi. Что я должен написать? Я должен написать Wilsa Office. Именно такой у меня пароль на студии. Если будете мимо проходить, то весь трафик-то не сжирайте, чуть оставьте, а то я не смогу играть в PlayStation. Я, собственно, не так, чтобы много трачу, поэтому остается прилично. Смотрим, как все быстро у нас происходит. Активация iPad может занять несколько минут. Экранчик, ну, по ощущениям, не изменился, по сравнению с тем, что я видел. И, в общем, действительно, это маленький-маленький Air. Давайте не будем настраивать Touch ID. Настроить позже. Продолжить. Мне нравится, что теперь можно все эти штуки, параметры пароля. Я хочу... Э, параметры пароля. Он завис. Крутяк. iOS 9. Нет. Продолжить. Параметры пароля. И что я должен сделать? Я пол. Я пол. Назад. Настроить Touch ID. Короче, настроить Touch ID позже. Да, я должен продолжить. И... Я не хочу водить пароль. Алло. Хочу... О! Неужели? С третьего раза мы зашли. Да, фантастической приблуды. С iOS 9. И вы видите, что на процессоре А8. И вот это, собственно, наше первое отличие. Я хочу настроить как новый iPad. Эта штучечка работает на... Настроить позже в настройках. Круто. Не использовать. Кучу всего нужно скипануть, чтобы наконец-то начать пользоваться iPad. Собственно, первое отличие от... Господи, Siri. Я не хочу включать Siri позже. Сколько всего. Не хочу отбрали диагноз. У Apple. Хватит. Начни работать. Настройки. Об этом устройстве. Да. iOS 9.0. Ну, мы это с вами заметили. Собственно, еле прошли процесс активации. Собственно, процессор А8 против А8X у Air 2. Но также здесь 2 гигабайта памяти. А это значит с пылу с жару. Мы с вами что можем сделать? Мы с вами можем зайти в Safari. Вот так вот сбоку потянуть. Вот так вот какую-нибудь карту выбрать. Нет, карту не надо. Передумал. Сменить. Да, мы геолокацию-то выключили с вами. Ха-ха. Я могу зайти в подкасты. Подкасты. А-ха-ха. Подкасты. Вот. И пользоваться этим в режиме Split View. Напомню, что эта штучечка работает только на iPad Air 2, iPad Mini 4, а также iPad Pro, который мы с вами ждем в ближайшее время. Ой, на девятое место упал. Соком надо будет подкастик запилить, чтобы немножко вернуть себе былое величие. Ха-ха. Собственно, также доступен режим картинка в картинке, которая я лично пока считаю самая крутая. Пользуюсь постоянно. Ну и, в общем-то, все. Это главное глобальное отличие iPad Air, в смысле, iPad Mini 4 от iPad предыдущего поколения. Touch ID сенсор, причем не 2.0, не как в iPhone 6s. В общем, как обычно бывает, 3D Touch здесь тоже нету. Все самые крутые фишки сначала в iPhone, а вот уже iPad Mini 5-го поколения, возможно, получат все крутые улучшения. Камера здесь 8-мегапиксельная, EyeSight, такая же, как в iPad Air 2. Ну и, в общем, нам осталось сравнить их в Geekbench, наверное. И это все, что я могу вам рассказать про Mini 4, как бы мне не хотелось большего. И мы с вами видим, в общем-то, привычную картину. Geekbench, к сожалению, пока не знает iPad Mini 4, поэтому он его никак не называет. Просто iPad 5.1, это сервисное наименование. Также процессор ARM на 1,5 ГГц, 2 ГБ памяти, iOS 9.0. На iPad Air 2 у меня остановлена последняя бета-версия 9.1, также 2 ГБ памяти, оперативный Apple A8X процессор. И давайте начнем наш с вами замечательный Geekbench тест. Могу сказать, что Air 2 под мои повседневные задачи посмотреть интернет, полазить в почте, поиграть в какие-нибудь несложные игры, может быть, даже сложные, типа последних танков, обновления Blitz 2.0 или какой уже вышло, может быть, FIFA 16. Всего этого хватает. Я думаю, что с точки зрения производительности, несмотря на то, что на минике всего A8, а не A8X, тоже будет хватать. И мы с вами уже наблюдаем закончившийся тест на Air 2. И очень неплохие показатели у процессора A8X. А у процессора A8 мы с вами наблюдаем какие-то прям грустные показатели. А что так все грустно? Должно же быть прям вообще ровень в ровень. Что-то смутили меня результаты iPad Mini 4 в Geekbench 3, поэтому я решил прогнать тест еще раз после перезагрузки устройства. А также прогнал этот тест на iPhone 6 Plus. И здесь процессор A8 на 1,4 ГГц против 1,5 здесь. И здесь еще меньше оперативной памяти, но, правда, у него и разрешение пониже. Также глянул, сколько выдавали iPad Mini Retina и iPad Mini 3 на том же самом тесте. Вот, совсем другое дело. Смотрите-ка, нормальные показатели, похожие на правду. Чуть под разогнанный A8 на большем разрешении в мультикор-тесте и даже в синглкор получше, чем у iPhone 6 Plus. При этом похуже, чем у разогнанного A8X. Что я могу сказать? Если у вас iPad Mini первого поколения, наверное, стоит обновляться. 2 ГГц оперативной памяти, это очень вкусно, очень приятно. И Mini с подобным железом это очень крутой планшет. Но при этом, если у вас Mini второго или даже третьего поколения, наоборот, наверное, да, третьего это еще совсем хорошо. Mini 4 можно пропустить, как в свое время было с iPad 4. Помните переходный период между третьим iPad'ом и Air'ом? Вот такой вот минорный во всех смыслах апдейт, но при этом нужно понимать, что iPad'ом, в отличие от того же iPhone 6s и 6s Plus, 2 ГГц просто очень нужны здесь. Очень высокие разрешения, и это прямо спасательная штучечка. Я своим Air 2 безумно доволен. Ну, а если вы считаете, что Split View вам не особо интересен, можете накатить Jailbreak, попробовать. Уже есть твики, которые эту штучечку вам совершенно спокойно разблокируют. Понятное дело, что с одним гигом, правда, это не так вкусно. Но, тем не менее, всегда приходится чем-то жертвовать. Так. Читаю ваши будущие комментарии на YouTube. Есть у меня такая опция. И пишите вы, что дорого, Mini 4 стоит. И не могу не согласиться. Действительно, при всех его очевидных плюсах, официальная российская цена, и даже серая цена, кусается. Больно, причем кусается. Особенно при живом Air 2, который стоит зачастую либо столько же, либо дешевле. И вообще ничего не понятно. Поэтому мой совет, берите либо все-таки Air 2, это большой 9,7 дюйма планшет, или Mini 3, который вполне себе еще ничего. С Mini 4 пока непонятно. Да, классный, да, прикольный. Но при этом функция iOS 9, Split View на нем не так вкусна, как, опять же, на большом планшете. Короче, спорный девайс. Видимо, именно поэтому он и был анонсирован столь незаметно. Это минорное обновление. Чуть-чуть подтянули характеристики, и все. Следующий крутой планшет уже совсем скоро iPad Pro. Я очень хочу его посмотреть. Я даже сегодня придумал, зачем мне он нужен. В специальной думательной комнате я решил, что мне нужен большой планшет для совершенно определенных занятий. Пишите, как их в комментариях, и подписывайтесь, чтобы не пропустить обзор этого замечательного планшета. Также для ваших глазок, ушек и ручек есть группа ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер и всякие другие радости. Пока!